так доброго времени суток уважаемые любители футбола я вас приветствую в очередном выпуске мира любительской футбольной лиги и сегодня перед уже 28 туром представляете как много достаточно времени прошло до у нас чемпионате перед 28 туром мы сегодня поговорим с еще одним нашим гостем человеком которого я просто не мог не пригласить и команду которая соответственно конечно он представляет и игра иногда за нее а это алексей трачков и команда русич и именно с ним мы сегодня пообщаемся уже здесь практически врывается в эфира и давай через маленькую паузу мы его пригласим так возвращаемся мы ко мне присоединяется наш сегодняшний гость алексей трачков лёш приветствую тебя футбольный клуб русичи действительно и клуб который также очень давно у нас на западе лёш как то мы уже с тобой говорили да и дмитрий бахнин делал в интервью таком да был вот но все равно хочется да еще раз как бы услышать может пожалуйста напомнить как вообще вот русичи начинались с чего это было и также вопрос когда потому что да вот то есть смотрели наши какие-то до этого но в любом случае смотрел спасибо один просмотр от алексея вы уже получили это здорово потому что у нас да есть бт команда и крылья да которые уходят даже туда в век двадцатый вот русичи там же где-то начинали доручи начинали самого начала файла 5 на 5 который у нас начался соответственно играми рублевки тогда бригер на рублевки и на ельницкой то есть это примерно скажу так то есть нас наш общий товарищ дмитрий митяй сурюповец команды с км он тогда играл в фейле и сказал лёху хотели играть пять на пять городе сейчас откроет чемпионат новый начинается хотите заявляться и мы заявили команду назвали и русичи и начали выступать в сезоне то есть принципе до этого момента команда как таковая но существовало перенап test такого названия можно сдавить до 1000 9 год до на на нато parent市 сюда да вот относительных графков которые вот например с андреем комиксовом а вы именно с русичем познакомили саду этого когда то спали где то с андреем комиксовом знакомлюсь именно слушали то есть это точнее познакомились с ним не в русских а просто играли из каждого тренировки отдельно и предложили андрею приехать поиграть за нашу команду. Тогда мы, скажем так, были унсайдерами. Андрей получал очень много мячей. И когда он приехал, по-моему, на первую игру, он, по-моему, мячей 8 получил в тот день. Он был немножко в шоке, потому что он до этого и профессионально занимался, и играл, по-моему, в «Динамо». А когда столько мячей получил, он, конечно, уехал немножко ошарашен. Я согласен. Это такой дебют шокирующий, точно. Леш, ну, начинали вы так, с первой лиги? Нет, тогда не было первой лиги. Или просто именно не с первой лиги, а еще до этого. Была всего лишь одна премьер-лига. Мы начали в этой премьер-лиге, как когда мы с Александром Каюковым создавали команду. Он еще сказал, ну, я так планирую в первой пятерке закрепиться. В итоге первый год мы с треском вылетели из первой лиги. Там были такие команды, как «Ультра», которые тогда довольно хорошо играли. Но очень много было команд. Первую игру мы проиграли 11-1. Как ни странно, я тогда играл в поле. Я забил первый гол, сравнял счет 1-1. И мы подумали, что вроде как игра может, ну, задастся. Но один из мячей в наши ворота немного нас опустили на землю. Да, вот так, ну, потом вернулись. Не сразу. Не сразу. Мы попали во второй год. Мы попали, мы думали, сейчас вернемся. Но в этот год заявилась такая команда, как «Левы Бережны». Тогда она была очень сильная. После чего она стала двукратно даже чемпионом, насколько я помню. И тогда еще завелась команда «Стрем». Ну, как «Стрем», «Стрем» мы их называли. «Стрем», они были с «Старгино». На самом деле «Стрем», мне кажется. Нам не хватило буквально чуть-чуть. То есть, если в первый год мы вылетали, и когда из вышки нам не хватило буквально одного гола, мы сыграли 1-1 со «Спартанцем», что нам не позволило ничья остаться. А в следующем году нам не позволило одно очко выйти. Мы проиграли, ну, не сыграли в ничью с Дионисом, и остались, заняв третье место в первой лиге, так и не вышли. Вышли мы только через год уже. Леш, ну, ты хорошо помнишь эти матчи, или может быть? Еще бы, это как это, как сердце, как... Каждый матч как отметина, да, на сердце. Да, я окошке скребу, так вспоминаю. Леш, ну, а также у вас был сезон вот 13-14, да, и вы там также заняли, ну, не последнее, а предпоследнее место. И что было удивительно, в том сезоне последнее место заняло Катран. Помнишь ли этот сезон? Конечно, я помню этот сезон. Ну, когда мы вышли в премьер-лигу, очень хорошо. Тогда как раз была команда ВНФ, она играла в другом, с Большим театром они как раз выходили с другой, первой лиги. А мы, ну, Лига А и Лига Б было. Мы выходили с Лиги А, они выходили с Лиги Б. Ну, планирую, раз мы выходим с 9 очков плюс до конца, скажем так, до конца сезона, мы выиграли 9 очков в ВИЛИ, то есть мы могли уже больше не играть. За три игры до конца мы вышли. Да, с учетом, что вы проиграли первые три игры. Это был очень интересный сезон, что мы вышли за три игры до конца, проиграв первые три игры. И когда мы вышли, нас опять начали, скажем так, с небес на землю опускать. То есть команда стала очень сильной, тоже с Леей ВНФ и другие. И мы очень так сложно закончили сезон, было очень много селекционных у нас изменений. И могли бы опять улететь в первую лигу, но чего не случилось. Да, ну вот как раз после того сезона и случилась, мне кажется, перезагрузка русичей. И вот именно после того момента вы ниже, ну, наверное, середины таблицы вообще не опускали. Вот что похоже на причину? Основная причина у нас присоединились два игрока. Александр Слинко и Алексей Рюмшин, они как раз тогда пришли на один матч сыграть против своего бывшего клуба, где они играли левобережно. Им было очень интересно сыграть с ребятами. Они пришли на одну игру, а остались с нами до сих пор. Ничего себе, на 10 лет зашли, да, поиграть практически. Да, мы главное, что в тот уикенд, можно сказать, выиграли 6-2 у Большого Театра. Ой, у Большого Театра, извините, за Флагмана. Тогда Флагман не был такой грозный машиной, как сейчас. Мы тоже немножко набирали обороты. Ну да. И потом сыграли в ничью с Левобережным, по-моему, 5-5. Это была такая очень мощная ничья. Ребята остались у нас, и потом команда стала укрепнуть, стали приходить другие сильные игроки, Костяков стал более-менее закрепляться. Ну и вот дальше в основном были седьмые места до определенного момента. Да, вот как раз к нему мы подойдем, да, Леша? То есть сезон 17-18, вы первый раз стали чемпионами, вы били золото и 1 очко опередили и на этот элемент. Вот расскажи свои эмоции об этом сезоне, потому что, ну, в любом случае, мы все ходили, смотрели, во-первых, были очень геморрены, ну, как это делают, ну, действительно, из тура в тур, вот от игры к игре шли? Одно очко, во-первых, это интрига. Мы специально оставали Максиму Ленчику интригу, чтобы команда не расслаблялась и шла за нами вдогонку. А в первые 10-15 игр мы сами не верили, что происходит, мы просто играли. Мы играли каждую игру, и когда мы закрепились на первом месте, нас все время обгонял флагман по потерянным очкам. То есть они всегда были, ну... Мы неугомонные, да? Да, просто вы не доигрывали игры, у вас были определенные переносы, ну, пока не начали их терять. Я помню, каждое интервью, которое давали на сайте, в основном было обсуждение, ну, нас сравнили с Борджоми, которая до этого закончила первый круг в первой тройке, а потом скатилась вниз. Да, а потом не закончили там внизу были. Да, все нам пророчили эту судьбу каждый тур до третьего тура до конца, когда Зинченко Никита, по-моему, не третий, а четвертый дал интервью со словами, что вроде как... Как настроили нас с Локомотивом, что вроде как играли мы не на чемпионство, но ими станем, потому что, как бы, все, все звезды сходили за нас. Игра с Викторией, когда мы выиграли 5-4, когда при счете 4-4 вратарь ударил Лубинскому в ногу, мяч влетел ему за Шиворот. Таких матчей было много, 1-0 с Атласом. Ну, то есть нам, можно сказать, в принципе, везло, и мы все делали для того, чтобы нам везло. То есть мы старались каждую игру приезжать и посетить все матчи максимально составом. Но действительно ли так вот сложилось, Леша, что вы стали чемпионами, или в какой-то момент вы уже понимали, что действительно можете этого добиться, и вот нужно еще больше усилий приложить? Ну, мы понимали, что мы можем выиграть любую команду. В принципе, здесь, к счастью, в нашем чемпионате практически любая команда, наверное, может обыграть любую команду. Нет такого, что какой-нибудь, например, говоря, Большой театр, не может обыграть United Elements, или там Русичи-центр, или Центр Русичи, или СКМ, кого угодно. То есть любая команда сейчас, чем мне нравится чемпионат, что очень плотно, особенно первая десятка, непредсказуема вообще. То есть можно пропустить три мяча, и ты ничего не сможешь сделать, ты не взломаешь никакую оборону. Поэтому если любая команда, которая будет собираться, которая будет настраиваться на матчи, если у них попрет, они могут, я считаю, стать чемпионами, в принципе, почти в любой год. Это личное мое мнение. Так вот у нас и сложилось, что мы просто в определенный момент поверили, и потом звезды за нас сходились, и мы верили, и мы шли вперед, приезжали на все матчи, собирались максимально со ставом, мы были люди, которые понимали, что они сейчас слабее, и могли простоять на бровке всю игру, не выйдя даже на замену, команда идет, и человек сейчас может ее ослабить, то есть не было никаких претензий, как у Жени Смирнова, он игру с Атласом, когда мы выиграли 8-4 в первом круге, он простоял и говорит, не, я сейчас понимаю, он понимал, что может что-то не то у нас пойти. Да, вот когда пятерка играет, даже один человек несколько может сломать игру. Иногда так бывает, согласен. Ну вот, Реш, хотел еще тебя спросить, вот с самого начала пути в ЛФЛ Русичи, получается, ты и Александр Каюк, вы вместе создавали коллектив, и потом как раз таки Андрей Комиссаров, Александр Слинко и Алексей Рюмшин к вам присоединили. То есть именно в основном вот такой вот костяк у вас идет оттуда и до нынешнего речи. На одно время еще у нас года на полтора-два влился Михаил Лубинский, который тоже большой вклад внес в наше чемпионство, тоже бывший игрок Левобережного, очень любит поддеть ребят с Левобережного, я не знаю, просто он человек такой веселый и иногда пытается развеселить ребят, не все понимают его шутки, и у него там тоже какое-то время был такой небольшой, может, конфликт с кем-то, но это внутренние все эти, все у нас в основном дело на подружбе, и он, ну, в принципе, тоже внес большой вклад, но в целом, да, ты прав, вот этот костяк сейчас. Александр какое-то время отошел, года на три от Русичи, там у него были семейные проблемы, он менял там жизнь, ну, занимался делами. Сейчас он вроде обратно приезжает на матчи, то есть тоже с нами, болеет, смотрит, то есть лучше часто уже можно его увидеть на матче Русичи, пока на трибуне с сумкой с важным видом, но и в процессе, я думаю, может быть. Ну, то есть он может, да, присоединиться? Да, очень хорошую аналитику производят, как бы рассказ «Заслужили мы победу или не заслужили», например, как вот с центра нас играли 2-1, он сказал «Никто не заслуживал поражения, но нам повезло больше». Ну, и будет. Ну, это не поспоришь. Да, вот, Олеш, я заглянул, кстати, в заявку вашей команды, ну, может быть, несколько странно или не очень странно, но у вас всего лишь один человек. Вот это действительно так, что Русичем хватает такого количества человек? Это какая-то старая заявка, нас еще меньше. Да? Да. Ровно в 9 человек на 2 четверки. Я бы сказал, что оптимально нас, наверное, на человек 8, то есть получается, это как будто называл, Амар, Андрей Чертков и Дмитрий Титов. Дмитрий Титов с нами давно, он уезжал в Крым играть там на пару лет, потом опять появлялся, опять исчезал. То есть, в принципе, он с Русичем с самого 10-го года с нами присутствует, в последнее время чаще, одно время просто его не было. Ну, сейчас у нас как бы оптимальный состав, конечно, бы еще пару человек никогда не помешало, потому что сбор очень сложный. На игры бывает, что мы как с СКМ вообще играли без замен. То есть, вообще, для нас одна замена – это хорошо, две – это просто роскошь. Это как для Юнайт, это, наверное, 14 игроков для разной замены. Да, про то, что Юнайт здесь хотят мук и 18 привезти. Но Юнайт – это у нас отдельная песня, понятно. Вот как раз хотел поговорить, Леш, пару человек, ну, так как Миллениум у нас закончили свое, ну, пока что, может быть, не знаю, вернется на них или нет, но выступление премьер-легии не закончили, и вот как раз-таки пару человек из Миллениума себе взяли. Во-первых, с самого начала сезона это Амар Гадешвили, да, и вот сейчас еще один, как ты, Андрей... Чертков. Андрей Чертков. Андрей Чертков когда-то за нас играл, ну, как, мы заявили на две игры, но у нас только с флагманом игра, и он не смог выйти на поле. И следующий групп, то есть, у него было очень мало игрового времени, и тогда было очень много народа, была большая ротация, приезжало очень много футболистов, просто не довелось времени ему выйти, и он тогда ушел в другую команду, у него не получилось у нас заиграть, то есть не потому, что как-то в нем дело, а дело было, наверное, просто в ситуациях какой-то. А сейчас, во-первых, у них с Амаром очень хорошее взаимопонимание, они вместе играли в Миллениуме, и Андрей сам по себе обладает хорошим ударом, хорошим пасом, то есть, он надежный игрок, который может, в принципе, всегда покатать мяч, ударить, забить неожиданный гол, как вот с молнией, например, издалека, и в целом он как бы команду усилил, и у него неплохая явка, так ему, конечно, бы ногу пожестче ставить, Андрей. Обратите внимание, Андрей, замечание. Да, молодец. Ну, очень хорошо, ну, и просто даже по статистике, если посмотреть, очень хорошо Амар вписался в коллективе. Амар, да, он боец, он всегда борется за каждый мяч, вот ногу он точно не уберет. Может быть, поменяться на какой-то ногами. Да, Амар, он как очень душой за футбол, и он на каждую игру бьется, как вот, ну, последний раз, и, ну, что в нем не отнять, ну, как, в принципе, у нас во многих, то есть, я вообще, в принципе, мало у нас каких-то футболистов нет, они такие не приживаются, но вот, что он как за Миллениум, как за любую команду, он играет как, ну, то есть... И сильно по-настоящему отдается весь игре. Леш, ну, вот, как вот, кстати, с этими ребятами, как раз из Миллениума, ты кого-то из них приглашал, или, наоборот, они к тебе на связь? Амара мы давно приглашали, мы его звали с нами в зимний кубок, он играл с нами как-то в прошлом зимнем кубке, и когда Миллениум, ну, я узнал, что Миллениум заканчивает, скажем так, в данный момент свою карьеру, как сказать, да, паузу, да, я связался с Амаром, предложил ему играть за наш клуб, и мы предлагали еще некоторые команды играть, ну, Амар выбрал нас, он говорит, я за вас играл, и коллектив у вас вроде хороший, нормальный, ну, и попробовал вот за нас, и все, пока у него получается, 11-й последний матч чуть меньше стал забивать, но, на самом деле, его главная причина это не забивание, он очень много делает полезных действий в обороне и в атаке, то есть они не все заметны, не статистика мячей и голов, она не всегда отображает твою полезность, то есть можно три пасса, два гола забить, но сделать только сзади, что подборов и так далее. Ну, как бы, собственно, ну, несколько на свою команду, как раз я приключу, мы, ну, если посмотреть просто в статистику бомбардиров, ассистентов, ну, игроков флагман, ты редко когда там видишь, вот, ну, потому что мы больше именно как раз сосредоточены на команды действий, вот о чем ты как раз и говоришь. Да. Но Амаро все-таки и такой игрок, и в статистику он также попадает, потому что сколько, уже, по-моему, 30 или даже побольше, мне еще и он забил. Он очень резкий взрывной и всегда можно забить неожиданный гол, прорваться по бровке, очень хорошо, что я все время говорю, что у тебя не два сердца, а три. Ну, то есть... Поделись одним. Да, потому что если Амаро мы и меняем, то не то, чтобы он подышал, а в основном, ну, чтобы кто-то тоже побегал, поиграл там, это иногда он, бывает, человек горячий, иногда может быть, чтобы, да, может, с ним, чтобы поговорить, с ним обсудить, как он следующий гол будет забивать. Ну, простудите несколько, да. Ну, вот, и хочется и пароватаря, кстати, вашего спросить, да, вот Андрей Комиссаров, ну, действительно, наверное, незаменимая фигура в Русичах, ну, вот, практически все матчи, да, в сезоне Андрей проводит, вот, как удалось его пригласить, и как вот, ты сказал, да, о том, что его первые игры были такие, что он несколько был шокирован, да, но потом вот влился в коллектив, да, и вот и пошло, и действительно тоже затянулось ваше сотрудничество на очень долгий год. Я даже, честно, не знаю, что на это ответить, потому что после первого матча, либо когда мы там от Ногинки больше, вам, 15-17 мячей пропустили, я вообще не представляю, ну, что его заставило остаться после 17 мячей в команде, то есть что могло его удержать. Мы с ним тогда не были, ну, в принципе, знакомы, ну, мне сказали, что это вратарь Андрей, мы с ним поздоровались и играли. Привет, Андрей, да. Да, он на нас кричал, орал назад, сзади там, сели, а мы на него смотрели и только считали, как ему голы забивают. Поэтому, честно говоря, я не знаю. Хватит кричать, вы мяч или сетки. Да, но также много Русичи Андрей привозил своих ребят, знакомых, друзей, коллег из Митино, которые там в основном Митино живут, то есть это, ну, вот потом, правда, сейчас, наверное, здесь вполне не скажу, ну, Юра только, Савицкий, разве что, но он мало играет, у него много работы, то есть поэтому как бы только Андрей один остался от ума. Да, и, Леша, вот и относительно тебя самого, да, ты играл за Русичи, и иногда как раз-таки вместо Андрея Комиссарова ворота, позицию ворота, занимал, вот как сейчас, часто ли получается играть, или все-таки сейчас ты больше сосредоточен именно с бровки, кстати, руководители подсказывают. Ну, в основном с бровки, у меня даже есть счастливая шляпа, которую Александр Слинков провел с Греции. Да, это мы чуть попозже на нее посмотрим. А так, ну, по-моему, два матча в этом году с Левобережным и еще с одним я стоял. Сейчас, честно говоря, не вспомню. Второй матч, ну, как минимум один тайм, и еще играл в поле с Катраном, ну, потому что у нас не было замен, мы с Никитой менялись, даже имел возможность забить гол, но почему-то моя нога с метра не попала поворотом. Видно от того, что она редко бьет по летящему мячу. Здесь немножко практики, да? Да, а так с бровки, потому что команды тоже надо смотреть, что как, потому что сами они могут там и передраться из-за замены иногда и из-за своего видения, потому что каждый веет по разному, в артале веет по одному, защитник по другому, нападающий по третьему. Надо смотреть, когда кто задыхается там, или кто там, ну, начинает. Ну, в любом случае, такой человек на бровке. У вас тоже такой очень хороший человек есть. Да. Так что, да, мы, Дмитрий Башкин, тоже привет, передаем. И, Леш, ну, немножко отвлечемся, да? Ты игрок ручей, ты и представитель ручей команды, да, и следишь за ней за бровки, но также ты являешься еще представителем судейского корпуса, да, и обслуживаешь матчи западной премьер-лиги. Вот как ты перешел, и как ты вообще пришел в судейство? Что тебя это поводило? В судейство я пришел давно, тогда не было судей. Судил Андрей Буров, Дмитрий Бутник и Дмитрий Контрев. И они были как бы основатели, организаторы, секретари, судьи, игроки и так далее. Все сразу, да. Да, у них все в одном. И на сайте было вывешено объявление, приглашали судей, кто вообще, ну, понимает, что такое фолл, толчок, удар. Ну, основные футбольные моменты, там не обязательно было какое-то образование, предлагали судить. Я позвонил, создался Андрей Буров, мы с ним пообщались, он говорит, ну, пойдем посмотрим, как ты судишь. Я посудил пару игр, он говорит, ну, в принципе, разбираешься в единоборствах, а дальше все придет. Ну, конечно, было очень много и курьезных моментов и других встук, никакого судьи только не бывает. То есть, ну, это уже другая история. Долго можно рассказывать. Ну, вот все равно, Леша, хотел бы спросить, да, вот относительно судьи, был ли какой-то у тебя самый сложный матч? Как это ты можешь вспомнить? Ну, у меня очень много в карьере. Меня пытались и бить, и ругать, и кричать. Ну, был один из самых моих, наверное, матчей, который я навсегда запомнил, это матч Инферно Айрон. Это был где-то, может, шестой-седьмой матч в моей карьере. Я когда помогал командам чистить снег, было поле заметено, я взял лопату, вместе с ними чистил. У меня улетел свисток, и я его лопатой выкинул в сугроб. Разумеется, свисток я найти не смог, и у меня другого свистка не было. Даже после чего статья была у Алексея Пономарева, я всегда беру запасной свисток. Я не смог его найти, позвонил другому суде, который меня заменил, просил приехать его пораньше, привезти мне свисток. Но этот матч мне пришлось судить без свистка. Ничего себе. То есть, ты провел 40 минут без главного, так сказать, органа свистка. Да, я бегал за футболистом и кричал «стоп», «фол», «фол», «стоп». То есть, я кричал, махал руками, пытался голосом их привлечь. В тот матч они чуть не подрались друг с другом и со мной. Я даже повысил голос на одного из футболистов тогда. Но это было непрофессионально. Но я только начинал, и эмоции во мне переобладали. То есть, ну, сейчас бы, конечно, такого бы себе никогда не позволил бы, но тогда, скажем так, немножко даже ругнулся. Но в целом потом вся история была, ну, все успокоились, все помирились. Ну, все закончилось хорошо. Но в тот момент много мне, скажем, хорошего наговорили, что, ну, что обо мне думают и моих судейских решений. Ну, тогда, конечно, ну, я даже сейчас понимаю, что мне еще совершенствуется и совершенствоваться, как любому человеку, любому судье и так далее. Но тогда, конечно, было еще больше к чему расти. Ну, в любом случае, да, это как раз такой матч, который, ну, во-первых, помог тебе понять, да, может ты быть судьей или нет. И если ты хочешь дальше продолжать, да, то нужно как раз над собой работать. Ну, да, конечно. Ну, у всех судей, я, наверное, даже не знаю какую-нибудь судью, чтобы что-нибудь ему нехорошего не наговорили от футболиста. Ну, наверное... Да, просто если ты идешь как раз-таки работать судьей, да, то в любом случае нужно быть к этому готовым. Просто устойчивость. Конечно, это главный фактор. Леш, вот для тебя, кстати, вот как, например, ну, относительно западной лиги возьмем мы, да, вот с позиции судей легче работать на матче, например, ну, возьмем там Левобережного и Юнет Элементс или, например, как это пара из низа турнирной таблицы? Тут очень сложно ответить на вопрос, потому что вопрос двоякий. Например, когда ты судишь матчи, например, нижней части таблицы первой лиги, в основном эти матчи проходят, они бы более медленно идут, там меньше фолов, не то, что меньше, там очень фолы все странные, то есть игроки иногда начинают бить ногами по мячу и друг друга начинают ногами, ну, колотить. То есть очень сложно эти посмотреть фолы, потому что фолы в высшем дивизионе, они более, к сожалению, так техничные фолы, и там виден фол. То есть там идет фол, ну, как бы нога, фол, игрок упал, да, а там это просто бывает толкучка. И судить матчи с одной стороны высшей лиги легче, с другой стороны сложнее. Легче тем, что эти матчи проходят на одном дыхании. Ты двигаешься по полю, то есть без остановки у тебя происходит постоянно, ты уже посмотрел, а время уже заканчивается. То есть в тех же матчах иногда один матч тянется, как три матча высшей лиги. То есть иногда ты думаешь, что если бы тебя не было на поле, то могло бы, ну, в принципе, ну, ребята просто играют в футбол. Иногда случаются две команды дружеские, они между собой играют спокойно в футбол. Они даже могут иногда, он не борется за аут. Если он от него ушел, он уходит от мяча и дает аут вести другому. Вышки они будут, ну, по-любому, мой-мой-мой. То есть пока это не покажешь, но зачастую, то ребята будут ждать. То есть надо сразу показать направление. Там же в основном идет более, здесь более как бы к профессиональному идет, а там более именно к дружеской манере. Ну, как раз, ну, если западный, например, да, как ты сказал, профессиональный, то там как раз более любительская. Да. Ну, я имею в виду, если в любительской сравнивать, конечно же, мы не можем сравнивать с зальчиком, профиком, там, Диной какой-нибудь, другими ребятами. Да, вот, Алеша, много ты говорила про Левобережный, но в любом случае, да, и игроки из этой команды к вам переходили. Вот скажи, да, так как вы уже давно очень в западной премьер-лиге, вот это Левобережный является вашим самым принципиальным соперником или, может быть, таким соперником другом? Я никогда, ну, к Левобережному не испытывал, у меня только позитивные чувства к Борису Ленимайеру, к другим ребятам, Дима Тарасов, ну, много там ребят хороших в Левобережном, но так получилось, что Александр Слинко, Алексей Рюмшин, Михаил Лыбинский играли в том клубе и постоянно их подначивали. То есть они больше, конечно, делают это в основном шутку, но все время говорят, мы вам там забьем это, и поэтому у нас всегда матчи, то есть идут очень интересные, то есть они эмоциональные, но в основном эмоции преобладают такие дружеские эмоции. То есть нам всегда приятно победить Левобережный, а им всегда приятно победить нас. Но можно сказать, что Русич и Левобережный – это дерби. Да, мы часто так называем его, потому что для нас даже, например, с лидерами флагманом, Юнайтедом, она является сильный соперник, но там именно она как-то стоит у нас всегда обособлено. Мы всегда там подстраиваем, чтобы у нас были футболисты, у них были футболисты, они там готовы как можно сильнейший состав собрать, чтобы с нами сыграть и сказать, опа, или наоборот. То есть специально и Русич, и Левобережный к этим матчам подходят. А если тебе, например, берешь за последнее время матчи Русич, которые довольны прямо на 100%. Именно с Левобережным или к матчам? Нет, не с Левобережным, а вообще из матча, который тебе очень запомнил. Ну, очень сильно запомнился матч с центром, хоть он и был недавно, но этот матч запомнился. Счет 2-1, то есть это очень такой упорный матч с кучей моментов, то есть я думал, что центр может повезти в один момент, и мы за 2 минуты, скажем так... Ну, Алексей, к этому перейдем чуть попозже, у нас есть как раз-таки нарезочка этого матча, поэтому мы с тобой обязательно посмотрим. Ну вот, если брать не этот сезон? Не этот сезон? Ну, очень я запомнился матч Суперкубка с Флагманом, где мы выиграли по пенальти. Так мы не смогли все-таки обыграть Флагман в основное время у нас... Мы много раз лидировали, но выходя пятый игрок, особенно ваш Воробей, Воробьев Женя, он, да, устраивал все время... Это у коллега, кстати, судейского корпуса. Да, устраивал нам все время не очень хороший результат, и даже мы остались по пенальти, и по пенальти тогда одолели. Мне этот матч очень сильно запомнился. Еще бы, наверное, я бы выделил в тот сезон чемпионские матчи с Атласом, когда мы после первого тайма вели 8-0 у нас был счет, и второй матч 1-0. То есть мы всю дорогу оборонялись от них. У нас была вторая игра после виктории. Мы ловили перекладины штанги, Андрей Комиссаров не успевал отбивать там. Я думал, что мяч как трение об воздух порвется. И в итоге мы выиграли 1-0, забив за несколько минут до конца гол. То есть любой бы человек, кто посмотрел бы этот матч, если бы был бы тотализатор, он бы в жизни поставил на 1-0. И не на Русь еще точно. Да, там бы 9-5, что-нибудь такое, 9-2 там вот поставил бы, но не на 0-1, не на 1-0. Леш, вот 7-0 задействованных, 5 на 5, 8 на 8, да? Но вот 8 на 8, я понимаю, ты уже играл или тоже был представителем какой-то? Я играл за команду Винкс, это Крылья, они назывались Винкс, потому что было Крылья занятые. Но давно это было, это было, наверное, как раз, когда вот мы... Я играл против Крыльев, на воротах стоял, и они нас обыграли, ну и за дубль Русичи. Но я там много надбивал мячей. Они подошли, говорят, не хочешь за нас поставить на ворот? И вот где-то почти полтора года я был с ними. Мы вышли как раз во вторую лигу тогда, и с третьей играли. Потом у них основной вратарь Максим вернулся из армии, а они были все друзьями же с тобой. И как бы, разумеется, ну, типа по умолчанию меня вытеснило оттуда. Ну, хотя, в принципе, ну, понятное дело, он молодой, они все были моложе, друг, и я потихонечку ушел оттуда. Ну, и именно с этим, и с 8 на 8, в принципе, ты уже закончил. Именно как игру. Ну, 8 на 8 я просто... Или вообще, кстати, вот именно формат 8 на 8 для тебя как-то близок вообще? Не особо. Или ты больше сосредоточен именно на мини-футболе? Ну, я просто когда 8 на 8 наблюдаю, мне кажется, что поле маловато немножко. То есть оно было бы 7 на 7, либо чуть подлиннее. Потому что очень многие игры, в основном, я часто вижу выбивание мяча вперед-назад. И я смотрю так, а оно летит вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. То есть очень мало места футболистам разбежаться. Не всегда они успевают показать то, на что они способны. Ну, то есть, поэтому для меня этот формат, конечно, близок, но не настолько, как 5 на 5. Вот, как бы могу сказать так. В любом случае, сейчас, ну и уже достаточно, наверное, давно, ты выглядишь как раз-таки формат 5 на 5. 5 на 5, ну да. Хотя вот по телевизору, например, 11 на 11 смотрится намного интереснее, чем 5 на 5. Ну, хотя, ну, 8 на 8 я вот не могу сказать. Хотя вот по LFLTV иногда смотрю, ну, матчи какие-нибудь там. Ну, там как-то интереснее, может, картинка по-другому ходит. Да, ну и плюс, конечно, ну, правильно ты говоришь, но здесь очень большое различие именно по дивизионам. То есть, и второго дивизиона, и первого, и премьер-лиги, и матчи совсем абсолютно разные. Согласен. Ну, так сказать, принципиально, как бы соперники, да, мы сказали, это Левобережный, да. Вот, также я лишь смотрел, и вот игры именно с нашим лидером сегодняшним, United Elements, вот, ручки не дают. Согласишься-то или нет? Абсолютно согласен. Вот, потому что я как-то посмотрел, я даже, не знаю, выигрывали ли, и давно ли вы выигрывали на этот Эллимс? Да, выигрывали, до их кардинальной смены состава мы выиграли на Рублевке. Выиграли мы у них тогда, по-моему, то ли 4-2, то ли 4-3. Мы были без единой замены, а у них было 4 замены. Они играючи катали, 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 катали. Первый тайм поиграли, по-моему, даже 2-0. И второй тайм поиграли 4-2, и они были немножко шокированы, потому что, скажем, мы начали забивать, а у них начало не получаться. И когда забивали 4-й гол, потом, я помню, Рахимзианов, по-моему, Ильдар очень долго ходил за судьей и все пытался его сказать, что там был фол, чтобы он хотя бы перед ним просто уже извинился, что он не увидел фол. Ну, я не могу сказать, был там фол, не было фола. В тот момент плохо помню, может быть, был, может быть, не был. И, по всякому случаю, судье было виднее. Ну, это уже лирика, потому что, как все говорят, счет на табло. Да, можно сейчас много вспоминать матчи. Ну, вот сейчас у нас, к сожалению, получилось, что мы поставили время. Элементы, вроде говоря, что пока не собираются своим сильным составом. Это было не специально. Но ребята молодцы, они уже на 16 очков оброняют вас. Это же просто невероятный сезон, с одной стороны. Просто одно поражение пока что и все. Да, мне кажется, если они даже остальные 8 игр не сыграют, то маловероятно, что вы все в 8 выиграете. Согласен, согласен с тобой. Ну, и просто элементы сейчас, ну, как ни посмотри, точно сильнее всех. Ну, и плюс такой сбор у этой команды, если ничего не сделаешь. Что ж, Леша, я предлагаю нам как раз-таки сделать маленькую паузу и как раз-таки перейти к результатам тура прошедшего. Тем более, была у нас центральная встреча, и ее также мы с тобой посмотрим и обсудим. Так, возвращаемся мы с Алексеем. Рачковым, что ж, 27-й тур у нас был позади, уже впереди 28-й. Ну, что ж, результаты прошедшего тура у вас будут сейчас на экранах. Ну, как же с Алексеем, мы сейчас по ним быстренько пробежимся. Леша, ну, пока что несколько в стране, конечно, мы оставляем встречу. Центральную, да, как раз-таки, центра с вами. Вот какой из результатов у тебя еще, кстати, вызывает интерес? Интересно. Ну, тут, разумеется, сразу же два результата вызывают интерес. Это Юнайт Молния и Левобережная Виктория. То есть, потому что очень матчи такие живые. То, что Левобережная Виктория – это команда очень, скажем, быстро атакующая, особенно Виктория с Виталием Конфёдором, который быстро переходит в атаку. И его эмоции – это неописуемо. Когда видишь на поле эмоции Виталика, да, они вносят, скажем так, свои... Свои краски, да? Да. Кстати, вот ты на этих матчах не работал? Нет, я работал на матче «Тройка диалог ММФ». То есть, я вот работал на этом матче, а Юнайт Молния вообще, ну, еще все написали, что очень интересный матч, что почти. На что капитан Молния ответил, что тут интересного, проиграли в один мяч. Очевидно, раз такая формулировка, то матч был действительно интересный. Как он развивался, честно говоря, я не знаю. У нас сейчас в группе очень стало популярно писать «До последних минут было столько», и все спрашивают, а последние минуты что-нибудь изменили? Да, ну, я согласен, да, здесь, что вот победа Левобережная в 6-4, Юнайт Эльнис 5-4, да, ну, по счету очень близкие игры, да, и действительно, Молния в последних турах очень цепляется. Это очки, да, то есть, они и нас обыграли со счета 3-1, но здесь были близки, чтобы отнять очки уже не у второго, а у первого, где-то. Ну, Медилу, Большой театр, и, в принципе, Катран Атлетикс, результаты прогнозируемые, хотя Атлетикс – команда, которая может тоже показать зубы, но именно вот сами результаты, в принципе, совершенно удивляют. Флагман СКМ, ну, игру я видел, наблюдал ее с бровки. То есть, какое-то время СКМ, ну, играл с флагманом наравне, но второй тайм. Да, ну, потом, не знаю, честно говоря, ну, я несколько не узнал СКМ, потому что обычно всегда у нас, как и с вами, как и с ними, всегда очень плотно. Игр и больших счетов обычно в этих играх не бывает. Ну, здесь и СКМ вроде и собрались в нормальном составе, не сказать, что… Ну, может быть, здесь именно дело во вратарской позиции. Ну, еще, к сожалению, много брака было у СКМ, очень много в этом матче. То есть, обычно, команда такая, они очень хорошо используют моменты, но я видел минимум три прострела вдоль ворот, которые СКМ не замкнул. Если бы не замкнули 6-4, был бы счет вообще другой, и если бы это было 4-4, то многое могло бы еще измениться. А так, конечно, уверенная победа. Да, ну что ж, Леша, и предлагаю, конечно, перейти к встрече. Центральный, есть у нас нарезка опасных планет. Действительно, встреча получилась интересной, да, опять накал. Центральный, потому что центр. Ну, может быть, и так. Встреча, еще раз, очень интересная, да, но вот, как считаешь, здесь преимущество было по ходу встречи больше у центра, или же игра более-менее равная? Ну, двоякое впечатление. Могу сказать, что центр больше владел мячом, и отсюда могло сложиться, что они, в принципе, более опасно атаковали. Но мы в том же деле были больше контратак. То есть, разящих, скажем так, когда центр терял мяч. Вот, допустим, вы видите выходы четверо в два, которые, к сожалению, ничем не закончились. Да, ну, вот, хотя здесь, да, Алексей Рюмшин мог, как раз-таки, если вот чуть-чуть эпизод доиграл, да, на дальней штанге, как раз... Ну, Александр Слинков мог забивать с шести метров. Да, хотя для него как-то непонятно, да, здесь он отдал, хотя обычно бьем как раз. Да, у него левая нога, мог бы это. Мог бы пробить ее так долго не трепать, и вверх, вот, оказывается, в общем, была та самая знаменитая шляпа, да, твоя партония. Ну, опять же, молодой не забивает. Да, я, как я понимаю, брат... Брат Рюмшина, да, Александр тоже Рюмшин. Вот, и, ну, в принципе, первый тайм-то более-менее раф. На самом деле, вот, если посмотреть по атакам, да, здесь достаточной атакой русич был и центр. Да, ну, как говорится, вот нам, если вы это заметите, центр взял два тайм-аута, после которых получил сразу же два гола. Да, я, при том, что я тоже смотрел эту игру со стороны, и я говорю, да, да, и вот здесь, ну, кстати, хороший гол, но здесь вот сейчас мы по автору еще раз с тобой посмотрим. Вот, согласись, да, игроки центра просто потеряли измель. Игрока вашего, да, там два человека, и вратарь еще не подсказал им, ну, и хорошо здесь Александр Ленинкова увидел, да, этот коридорчик, и как раз четко... Ну, что по мячу промахнулся, не узнаем уже. Вот, да, и о том, что ты говоришь, как раз, как его о тайм-аутах, я вот тоже эту игру целиком с бровки смотрел, и я такой думаю, ну, вот сейчас центр берет тайм-аут, русич не забивает, и вы действительно забивали после этих тайм-аутов. Причем очень странно, потому что у ребят было очень много замен, а у нас была всего одна, ну, могли использовать, а не это, чтобы, вот видите, штанга. Да, ну, то есть, да, очень хороший момент, и, в принципе, вот, если здесь, наверное, да, вы бы забивали, я думаю, бы уже точно, ну, чуть поспокойнее игра будет. А вот, да, счет 1-1, да, и еще 10 минут остается. Я думаю, что Мортененко часто забивали удары, я очень много матчей уже видел, которые... По-моему, между мяч прошел, ножик. Ну, вот еще раз, да, посмотрим. Да, между ножик Сергея прошел. Да, а поэтому из-за, как бы, удар-то из-за защитника, да, и Андрею, комиссаров, был достаточно тяжелым. Он показывает, но еще не видит, брата. Да, один глаз несколько. След. Вот этот момент, конечно, вызывает. Да, но согласись, в этой игре у Алексея Рюбшина именно с ударами что-то не шло, кстати. Вот с пасами нормально, а с ударами нет. Да, может быть, кубинское солнце его нагрело немножко. Да, уже видно было, да, что он на зеленом нашем газоне выделяется. Я имею в виду относительно загара. На его как раз-таки момент, вот здесь, до этого эпизода, вот сейчас вы как раз-таки гол второй забиваете. Так вот, здесь момент, не знаю, если ты стоил или нет, но как раз-таки Станислав Мартиненко очень помог. Да, он очень хорошо подал мяч. Очень помог, потому что он, во-первых, ударил сильно, не точно, мяч угодил в стенку, да, и после этого он первым касанием отдал его... Сразу выдал марталю, обрезав себя и другого нападающего. Да, и в итоге Андрей Комиссаров этим воспользовался, быстро ввел, да, вот хорошая передача от Алексея Рюбшина на брата, да, я так понимаю. Вот, и вот он гол, и 2-1 как раз-таки уже, а время-то основное за огонь. Леш, ну вот какие эмоции у тебя после этой игры были? Уже настроился на то, что эта игра будет ничейной? Ну, я не верил в ничейность, я верил либо в победу, либо что нам прилетит. А, ну то есть... В ничью не верил до последнего. На исход такой, что кто-то сегодня очки точно потеряет. Да, очень мало ничьих, если посмотреть вообще, ну, в целом, побед и поражений больше. Ничьи они занимают самое минимальное, это же не один стандартс. Да, и по-любому они шли все в атаку, и мы бежали сломя голову, то есть в контры шли резкие, поэтому здесь, скорее всего, кто-то бы по-любому бы получил бы. Ну, хорошо, что получили те, кто получили. Для нас. Само собой, конечно, Леша. Вот, такая встреча была, ну и действительно, вот здесь нужно быть очень внимательным, да, ко всем своим моментам, но я думаю, центр тоже. Эту передачу, так сказать, пред Голливой, это не Слава Мартиненко, а не оценит. Ну, это анализировали, может быть. Ну, так как игру мы целиком снимали, и Дмитрий Гульков, я думаю, точно обратит на это внимание. Что ж, Леша, предлагаю в таблиц. Теперь посмотреть. United Airlines, ну, здесь безоговорочный лидер, да, одно поражение, одно ничья, как бы я сказал, плюс 16 от нас. У нас как раз-таки игра в запасе, ну, в связи с тем, что мы переносили службу с вами. Решили отдохнуть на 23-й, но ничего, почему бы этого не сделали, да, ничего, все равно, все турмы обязательно проведем. Русь сейчас, в данную секунду, как раз-таки занимается строчку 5. Леша, вот как оценишь, на самом деле, вот пока что выступление своей команды, в принципе, уже 2-3 сезона туза дня? Ну, в целом выступление оцениваю хорошо, но могли бы лучше, потому что было, мы с центром вели 4-2, и Атлетиксом сыграли 4-4, ну, могли бы. То есть, ну, растеряли очки, там, где вроде бы не должны. Да, растеряли очки, и на первый матч с Левобережным 2-6 у нас Андрей Комиссаров не приехал, и, скажем так, я не говорю, чтобы как-то, может быть, изменился, мы выиграли там 6-2, они 2-6 проиграли, либо это, но матч мог сложиться по-другому. То есть, ну, с Левобережным, даже если опустим, то были определенные матчи, в которых мы это, ну, сами видели, и Флагман 2-1, и Элемент 2-1. Это, опять же, два очень упорных матча, которые были на все три результата. Я читал от Максима Линчика, я был сам в России, он писал, что вот-вот и вратарь вытаскивает Гара, и они на следующей атаке забивают. И, конечно же, если добавить эти очки, то таблица для нас выглядела бы поинтереснее, но это футбол. Да, были бы точно поближе, но все равно, посмотри, да, вот разница между, например, Левобережным, да, и вами вообще нет разницы, никакой у вас очков одинаковые, да, следом Катран идет, и вот потом как раз-таки уже есть такой промежуток, да, вот несколько первых шестерок отделились, да, вот остальных команд, но и до, так скажем, до центра, да и до Флагмана также очков-то не так, собственно, много вам, ну, 9, да, но все равно еще матчей достаточно. Ну, и плюс у нас, как мы уже сказали, да, с тобой и очная встреча. Три очка разыграется именно там. Если то игру Русичи проигрывают, то, по сути, борьба уже... Да, но все равно есть еще центра, например, и третья строчка. Да, но для нас, если бы, конечно, мы вошли в тройку, было бы очень хорошее кончание сезона, но еще 8 игр, ближайшие они все покажут, потому что у нас есть еще и Найтед, и Флагман, и... То есть на календаре Русичи на концовку сезона очень серьезный. И Катран там будет, там еще... А, да, то есть вообще, собственно, всех конкурентов, которые вокруг... Там есть с кем поиграть, да. Русичи находятся. Вот центра, вроде, послабее будет концовка. Флагмана я не знаю, я ее изучал. Но, кстати, по-моему, мы с вами встретимся, ну, не на их, а вот через выходные. А вы с Юнайтед уже играли второй тур? Нет, у нас будут сумасшедшие выходные Русичи и Юнайтед Эллиенс. Это будет в один выходной. У нас будет Метеор, а Метеор после первой игры с нами, 16-1, хотят собрать банду. В любом случае, хотят ребанш. Да, хотят перевернуть счет, но... Ну, это понятно. Здесь Метеор так складывается, да, но Метеор же говорилось в предыдущих выпусках, да, это комода там, где играют ребята из Титана. Ну, а так как у нас сезон 8 на 8 уже начался, вот, поэтому им на игры 5 на 5 будет явно тяжелее. Все вместе приедут. Но зато недалеко. Это да, это да, но здесь, да, все будет зависеть уже от календаря. Что ж, вверху у нас, ну, все практически, без изменений, да, в нижней части турнирной таблицы. Вот, Лёш, да, был у нас и Алексей Бунча был в гостях. Вот, действительно, Большой театр удивил тебя со знаком минусу в этом сезоне. Но Большой театр немножко ослабли после ухода Дмитрия Ершова. Он у них очень, конечно, большой вносил, скажем так, вклад большой. Ну, много он забивал и пасовал, и это как его... И у них с бостом похуже, и Женя Бобровский одно время был долгое время со спиной травмированной. И, конечно, ребята в целом удивили. Ну, то есть, я, конечно, не ожидал, что они войдут в пятерку, там, в семерку, но, что они будут в районе восьмого-девятого места, и, конечно, я, ну, ждал их немножко побольше. Но, я так понимаю, явка и не всегда везение. И другие команды сильно прибавили, многие прибавили команды в этом. Да, ну, и вот, если ты, посмотри, вот, и в нижней части турнира Таблицы у нас также достаточно все плотно, да, Ну, Атлетик с НСК мы уже попрощались, да, Атлетик с также в этой зоне вылета. А вот, кто там дальше, да, вот, Большой Театр, Метеор, вот, Тройка Диалог, там, Воскот, вот, 28 очков, 28 и 23, всего лишь 5 очков разница между, ну, с 5 коллективом. Тройка Диалог очень хорошо начинала, если ты помнишь. В верхней части Таблицы даже они шли там чуть ли не... Вот это как раз напоминает Боржоне. Тройка Диалог вообще очень хорошая команда такая сплоченная, не, как бы, ровная команда, у них есть один ярко выраженный лидер в атаке, но, наверное, только один, все остальные ребята в целом. У них вообще игры плотные были, где-то в один момент они сдали, ну, и как-то вот там оказались и оказались, ну, вообще команда... Ну, нельзя сказать, что, как бы, какая-то команда заслуживает 14, 16, 17 место. Это очки, это футбол. В любом случае, если мы возьмем 16, там, 18 флагманов, то из них один флагман будет на первом месте, а как бы это на 18-м. Как бы хорошо ни играл один, он все равно, ну, то есть, окажется, нам он будет чуть-чуть, чуть-чуть, но хуже. Спасибо, Леша. Сейчас фантазия сыграла премьер-лига из 18 флагманов, это, конечно, классно. Поэтому я бы, может быть, даже в этом плане бы сказал, что Большой театр не плох, а именно чуть-чуть хуже. Метеоры, Тройки, Диалог и Молния с Восхолом. Ну, какую-то толику. Да, но все равно, как бы, еще туров достаточно, да, чтобы себе, так сказать, комфортное место дальше на 3-4-е. Вот 24 очка, это, по сути, седьмое место. Если другие команды все проиграют. То есть, можно вообще, в принципе, в середину, да, подняться. Что ж, Леша, осталось нам с тобой совсем немножко именно посмотреть календарь тура, который сейчас у нас будет, ну и выделить встречу центральную. Вот, Леша, какая ты думаешь по твоему мнению? Ну что, Русича Юнайтед, Эльвис, ее выделим как центральную? Ну, в данный момент я бы именно выделил ее. Еще наверняка будет очень интересный матч Мидиэл-Виктория. Это, по сути, скорость против опыта. И Иваныча. Иваныча. Его эмоции. Ну, они тоже незабываемые, да, с Андреем тоже у нас был в гостях, и мы так же говорили. Также Восход может очень хорошо покусаться с Левобережным. У Метеора будет все зависеть от состава сбора, опять же. Ну, это вот у нас, да вообще, наверное, у большинства, там, 99% коллективов западной певеллиги, кроме Ината Теннис, все в основном зависит от сбора. И, да, я с тобой соглашусь, Леша, Ручи, Инат Теннис и Мидил Виктория. Ну, Метеора, наверное, кардинально другой сбора. Это, наверное, все-таки у всех зависит, Илья, но вот именно у этих ребят, у них полностью, у них от 5-0 до 1-16 может зависеть от сбора. И никогда не угадаешь, в какую сторону это качнется. Действительно, Леша, ну, Юнайт Теннис, ну, давайте хотя бы вы в графу поражения двоечку нарисуете элементом, или как? Ну, честно говоря, как я понимаю, Максим будет не очень хорошей сборной эти выходные. Ну, во всяком случае, пока он сказал так, что ребята участвуют, мы, к сожалению, со временем не смогли договориться, а у нас так одна-две замены иногда вообще не бывает. И сейчас у нас будет двойная игра с флагманом, и нам на перенос вообще никак. Я как бы пытался объяснить, насколько плюс команда говорит, ну, в другие дни вообще не сможем, сейчас весна. И я просто написал Максиму, ну, что Максим, извини, но мы не можем никак. Я-то сам не против перенесить, я могу в любой день приехать, мне несложно. Но ребята говорят, что потом ты сам играй, потому что, ну, все, мы и так уже все, как бы... Кто-то даже с работы уже поменялся, он очень поздно попросил уже во вторник, ну, начали мы время соблюдать, что уже кто-то даже работу сменил уже, попросился, чтобы приехать, а потом, он говорит, я в следующий раз уже не буду менять, да. А когда там у нас будут две игры, там еще Катран и Юнайтед, это просто мы не сможем собраться в разные дни, придется играть в один день, а это очень редко, когда можно две победы одержать. Единичные команды могут две игры выиграть, поэтому... Да, особенно... И при том, что если раньше, ну, действительно, наверное, так можно было, то сейчас мы так же отошли от того, чтобы, знаешь, играть две игры в один день, потому что, ну, в любом случае, в какой-то из них ты очки потеряешь. Или, а может быть, даже и в две. Да, просто еще ситуация следующая, что если бы эта игра была какая-то принципиальная, это были бы соперники, которые шли бы очко в очко с Максимом, например, либо решалось бы первое его место, там, да, например, и он бы, ну, конечно, пошли бы навстречу, но сейчас в данный момент, ну, просто я понимаю, но ребята говорят, ну, 16 очков, говорят, но если они просто, да, ну... Плюс очень часто было, что Максим все-таки привозил не трех человек, как он писал в чате, а быть, было все-таки 14. Также кто сказал, что они могут разозлиться и приехать вообще всем составом, человек 16, и устроить нам такое там веселье. Поэтому, да, это... Максим, душу изменил. Чего? Я думаю, да, тем более... А ладно бы, еще нолик было, еще и элементы ни одного матча не проиграли. Ну, вот это тоже, как бы, анализировали, тоже, понимаете, первое поражение, как бы, могло быть, или еще что-то. Что ж, Леш, спасибо большое, что пришел в гости, действительно было интересно узнать про Русича. Ну, с вами мы встретимся на игровом поле совсем уже скоро, да, но, тем более, здесь концовка сезона, ну, и, в принципе, останется нам только потом уже включиться в борьбу за Кубу. Будем с Бариком местным на судьбу кричать. Леша, вот, кстати, да, последний вопрос. Вот первый раз, да, мы переехали сейчас в зал, да, и, собственно, зимняя пауза сократилась. Вот как на Русичах это сказалось, вот, в плюсской команде или нет? В целом, мне зал чем-то нравится, чем-то не нравится. Больше он мне нравится, что он более вытянутый, как с этим полем, более быстрые атаки идут. Разящие командам только катают мяч, типа United, конечно, стало немножко посложнее в этом зале играть. У них здесь более ширина поля, они могут себе больше позволить пространство. В этом плане мне зал нравится. Немножко бывает им душноватый и близко борта. И, опять же, как только выбегло солнце, мне уже полкоманды. Когда я переехал, когда я переехал, когда на улице, когда на улице. Уже же солнце светит. Я говорю, ребята, я-то не знаю, я не решаю, я не представитель, да? И уже все, я говорю, вы можете задать вопрос там Юрия Женкову, там, Володе Егорову, еще там кому-то. И вот как только, говорю, первый дождик упадет, все пойдем в зал. То есть мы и будем бегать туда-сюда. Да, ну, ничего, ничего, все равно, вот, скоро, по-моему, конечно, случится, мы вернемся на то поле, где вы стали чемпионами, кстати. Ну, 8 туров осталось всего. Да, но, не знаю, ну, я думаю, все-таки вы успеем выбраться, но я думаю, в следующем выпуске, как раз-таки, я вам точно скажу, что вообще закончили мы в зале весь сезон, или все-таки концовку проведем. То есть информация там будет у нас в YouTube-канале, да? Конечно, да, поэтому следите за нашей передачей. Еще раз говорю большое спасибо Алексею Тарачкову. Тарачкову удачи русичам в ближайшем туре, особенно. Вот, ну и будем ждать... А в туре, который вот сдвоенный, мы там тоже удачим. Леша, конечно, но там есть борьба в каждом туре, да, никуда не денешься, но просто относительно элементов, они для всех стали уже настолько таким большим раздражителем в западной премьер-лиге, поэтому все следят за тем, что кто же еще сможет их обыграть. Леша, жму тебе руку. Спасибо, Илья. Спасибо, что позвал. Да, еще раз всего хорошего. Команде ручим по... Такой последний, третий этого сезона. Это был мир любительской футбольной лиги. Ну и мы с вами увидимся через две недели. И всего хорошего. Дорогите себя. Хороший. Молодец.